Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Истворение святителя Иоанна Златоуста о посте. Богат во Христе и делатель благочестия, тот, кто имеет молитву и пост и милостыню. А то, какая польза, братья, поститься телом и убивать делом, какая польза удаляться от пищи и оскверняться блудом, мясо, например, ты не вкушаешь, а плоть брата своего угрызаешь, какая польза находить себе утешение не в вине, а в деньгах, хлеба не есть, а гневом опьяняться, какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего, какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое, какая надобность изнурять свое тело и не накормить голодного, какая польза тело свое удручать, а вдовам и сирым не иметь сожаления, если хочешь поститься, возненавидь сребролюбие, великое зло сребролюбие, ты постишься, оставь блуд, оставь прелюбодеяние, избегай клеветы, злословия, лжи, вражды, хуления и всякого излишества, ты постишься, беги корыстолюбие, грабительство, ссоры и душепагубной зависти, ты постишься, беги же его угодья, порождающего в нас все пороки, удаляющего нас от самого Бога и низводящего нас в бездну погибели, если ты постишься для Бога, избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние, как милостивый и человеколюбивый. Поспешим же, братья, поспешим к покаянию, ныне время исповедания грехов, плача и сокрушения, а не беззаботности и нерадения. Покаяние открывает нам Царство Небесное, вводит в рай и доставляет наслаждение вечными благами, «Если постишься, возлюбленный, окажи участие бедному, одень на голову, отри слезы вдовицы, утешь плачущих сирок, если имеешь достаток, помоги, если не имеешь, то, по крайней мере, не похищай чужого, ты постишься, удержи язык свой от зла и уста свой от лести и коварства». «Этого достаточно тебе для спасения. Если постишься, не ищи наживы от обращения денег в рост. Постишься ты, яви милость тому, кого ты обидел. Никогда не завидуй брату, никому не питай ненависти. Ты постишься, не будь тщеславным. Ты постишься, беги блуда, удаляющего нас от Бога и Его святых, вергающего нас в вечный и неугасимый огонь. Ты постишься, напитай голодных, напой жаждущих, посети болящих. Не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих. Будь милосерд, кроток, добру, тих, долготерпелив, жалостив, не злопамятен, благоговеен, не спорлив, истинен, богочестив, чтобы Бог и пост твой принял и плоды покаяния даровал тебе получить в изобилии. Если ты постишься, возлюбленный, то так постись, как Христос повелел, чтобы не случилось с тобой, что ты труды понесешь, а награды не заслужишь. Об этом умоляю вас, братья, чтобы нам и исполнить все в точности, и награду получить от Бога, и услышать этот божественный голос, призывающий, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготовлено вам царствие от создания мира. Ничто, братья, так не поможет нам в тот страшный судный день, когда раздастся этот голос, как покаяние и милостыня, как хлеб, необходимее всякой другой пищи, так память о смерти важнее всех дел. Мысль о вечном огне пусть каждый вечер сопровождает тебя на твои ложи и неотступно преследует тебя по пробуждении. В таком случае никогда не овладей тобою ныне во время псалмопения. Как при наступлении света удаляется тьма, так смирение изгоняет всякий гнев и горечь. Пусть гнев будет связан, как тиран, узами кротости, никогда не принимая клеветы на ближнего своего, но останавливая клеветника такими словами. Оставь, брат, я каждый день грешу еще большими тяжкими грехами. Как же нам осуждать того? Ложь есть разрушение любви, а клятва преступления – отрицание Бога. Тот, кто сохранил страх Божий, преследует ложь, имея судью собственной совести. Пользуясь лаской, можно нередко укротить и льва. Тот, кто угождает своему чреву и в то же время хочет побороть блудные мысли, уподавляется человеку, желающему маслом тушить огонь. Подавляется язык обильной пищей. Служи Господу от немощи своей природы, помня свое бессилие во всем. В молитве не употребляй слов, внушенных ложной мудростью. Но молись от всей души и смиренного сердца. Прежде всего говори, помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Вера наша тверда, и любовь к Богу возвышает нас над житейскими заботами. От память о смерти укращает и тело. Небольшой огонь подчас уничтожает большой запас вещества. Так одна какая-либо добродетель прогоняет все страсти. Если сердцем хочешь приблизиться к Богу, будь в молитве непоколебим, как стол, не развлекаясь никакими житейскими заботами. Если кто хочет предстать Христу с неоскверненным телом и с чистым сердцем, пусть сохранит себя без гнева и в воздержании. Без этих добродетелей, желающий представить Христу чистыми душу и тело, и волнующийся заботами житейскими, подобен тому, кто, крепко связав свои ноги, пытался бы скоро ходить во Христе Иисусе Господе. Аминь. Том 11, страница 964-966.